церковь восточная вот высота здесь какая тут на метров 30 предыдущий было 50 20 20 до 25 метров такая высота с большими собора здесь и опять же давайте сравним ее предыдущий отличие здесь есть в облике стен они здесь нет орнаментов нет цветов или ввести и в этом собственно отличие больших церквей церкви центральной и обусловлено именно размерами высота не такая большая как плавные церкви поэтому не было необходимости здесь вот эти сложные конструкции строить обошлись только вот таким вот одним единым по себе почему росписи здесь нет на соборе несколько таких шахлевле полностью как по берегу стены вот это значит что роспись первоначально церкви не было украшено пожаре вот и ничего древние по белке мобильных семнадцатого относится ничего древнее ее найти из-за пожаров еще одна особенность сказать из-за пожаров собой ни одного рода иконостаса хранилась то есть иконостасы которые мы видели это либо иконостасы новые иконостасы воссозданные реставратор новые иконостасы например церкви василия блажен вот а вот здесь вы можете увидеть реконструкцию то есть вот так выглядели иконостасы попу ивана грозного но это именно реконструкция мозаика собирали реставраторы из отдельных икон и располагали их единое целое иконы все но уж он никто не писал это все иконы древние ивана грозного они не собраны они собраны в единое целое чтобы именно представлением вас было о том как она просто выконостасы здесь соборе вы видите здесь его поставить так выглядит малы соответственно церковь это святого и памяти этого святого была первая победа и вот походе одежда что здесь размер нужно служит на основе это достаточно сравните эту шеркаль с тем что мы видели кто здесь здесь решаться а тут даже селом а 4 на стену какие-то гирлянды и партнер все именно из кирпича сделано то есть это в принципе даже возможность подпечатать сделать еще никто на руси не догадывался вот еще это было перекрыто особым образом можете на это обратили внимание мы раньше везде своды видели то есть когда стены сводятся по дуге на встречу друг к другу а вот здесь что-то очень напоминающее современные потолки а вот это хитрость строительная строительство пороге применились на самом деле это тоже свод стены на самом деле сходятся по дуге другое дело что дугая это она очень она почти незаметно высота этой и она сантиметров буквально измеряется вот это плоскость вот особая разновидность перекрытия которая в русском точечке 16 века один единственный раз встречается вот здесь в памяти 16 века такого нигде не увидеть и это как раз свидетельствует о том что стопор строили мастера равных которым просто никого не было о них ничего не сохранилось никаких сведений откуда они взялись ничто не строили кроме собора ничего этого не знаем к сожалению то есть только на облик собора мы можем отбираться по сути когда речь устроитель идет потому что мы здесь видим хотя бы если бы даже только этого здесь было уже можно было бы говорить о том что собор был построен мастерами именно не предназначен ничего подобного в то время на руси не делали даже не знали в